Коммерческая эксплуатация электронной системы сбора платы за проезд Белтол была начата 1 августа 2013 года. Плата взымается со всех транспортных средств, кроме автомобилей с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза. На новом этапе расширения сеть платных дорог дополнится тремя участками и составит 1726 километров. С 1 декабря 2018 года в соответствии с планом развития сети платных дорог вводятся в эксплуатацию новые участки. Трасса Р-28 с 12 по 32 километр, трасса М-6, которая идет на Гродно, с 57 по 134 и со 196 по 212. Пользователи платят за качество. В категорию платных переводятся дороги, которые подверглись реконструкции. Новые участки платных дорог, трассы М-6 были введены в эксплуатацию. Соответственно, изначально было задумано так, что и платность будет введена с момента реконструкции этих участков. Добавляются и три новых пункта обслуживания. Сеть пунктов оплаты расположена по всей стране таким образом, чтобы пользователь до момента выезда на платную дорогу смог обратиться в пункт обслуживания, заключить контракт, пополнить баланс, сдать бортовое устройство, получить новое, заменить, проконсультироваться и так далее. В национальной системе электронного сбора платы за проезд уже зарегистрировано более 280 тысяч пользователей. База постоянно растет. При этом количество нарушений, наоборот, снизилось на порядок. В 2013 году количество нарушений к общему числу успешных транзакций составляло 0,74%. Сейчас это в 10 раз меньше. В движении по платным дорогам нужно не забыть заехать на пункт обслуживания до выезда на платную дорогу, заключить контракт или пополнить баланс и иметь бортовое устройство во все моменты движения по платной дороге. Специалисты уверяют, соблюдая эти простые правила, у пользователя не будет никаких проблем с работой системы электронного сбора платы за проезд. А своевременно узнать свой баланс информацию о нарушениях можно в режиме онлайн на сайте beltol.by. Субтитры создавал DimaTorzok